Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы снова решили поговорить про Китай и про этот пресловутый коронавирус, а также про то, что некоторые правительства, в частности Литовское, уже объявили о том, что страна начинает сползать в кризис, и нам всем надо приготовиться к негативным сценариям. Ну, это литовцам надо приготовиться, а нам-то, наверное, не надо готовиться. Ну, по крайней мере, вопрос к вам, уважаемые радиослушатели, готовитесь ли вы к кризису, запаслись ли вы гречкой, и вообще, что будет, если реально будут неприятности. Значит, у нас в студии сегодня Ольга Петерина, докторант Балтийской международной академии, и, как мы помним по нашим разговорам в прошлой передаче с Ольгой ОРЛ «Балтика», ну, достаточно разумный и такой всесторонний мыслящий человек. А также у нас на прямой телефонной связи будут люди, которые непосредственно работают с Китаем. Это Вадим Акимов, который представляет в Латвии видеотехнику из Китая, и Наталья Симпсон, которая здесь представляет латвийско-китайский транспортный холдинг. У нас уже есть звонки в студии, и мы обязательно вас примем и с вами переговорим по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, после того, как мы свяжемся с нашим экспертом Вадимом Акимовым. Он ждет сейчас нашего телефонного звонка, наш звукорежиссер Евгений Копеин сейчас наберет его номер, и мы узнаем, как же сейчас обстоит обстановка в Китае, что там происходит, начали ли работать заводы, и ждать ли нам перерыва поставок, роста цен на китайские товары и так далее. Вадим, добрый день. Да, добрый день. Что в Китае? Начали ли работать фабрики? Что говорят ваши поставщики? И как вы вообще пережили вот этот временный локаут? Или у вас какие-то грузы шли морем, и в принципе такого дефицита в поставках продукции не было? На данный момент, да, у нас получилось так, что нам контейнеры вышли через море, и, соответственно, они вот пока приплыли, там довольно долго, они плывут, и это все в порядке было. И, ну, вчера буквально написали китайцы, что они практически запустили производство, то есть нет того, что стопроцентно вышли все работники на работу. А фабрики вашего поставщика, они в каком регионе находятся? В Шинцзэне, там в промышленном районе Китая, да. Ну, одним словом, там фабрики уже начали работать, и они заверяют вас, что с поставками проблем не будет? Ну, да, они сейчас, ну, сейчас получается ситуация такая, что не то, что так громко сказать, с поставками не будет, они сейчас набирают обороты, то, что они пропустили, не работали, и они начинают делать большие объемы поставок. То есть не будет, может быть, такого мелких поставок, как там кто-то себе заказывал. То есть они хотят вернуть себе возможности, которые они упустили, и сейчас просто будут большие поставки. Вот, например, вот так. Хорошо. А готовы ли Европа, готовы ли мы принимать эти поставки? Если страны начинают закрывать границы и так далее, и мы знаем, что вот эти, допустим, китайские контейнеры, они шли через какие-то большие хабы в Европе, да, и только потом на маленьких линиях довозились до Риги, ну, или до других наших портов, вот как вы прогнозируете эти обстоятельства? Тут сложно ответить, потому что каждый день меняется информация. К примеру, мы на прошлой неделе просили наш груз забрать и вылететь самолетом. Там как бы все подтверждено и все хорошо было, но буквально вот вчера прислали китайцы нам письмо, что в течение двух недель закрываются все эти вылеты, и мы ничего, возможно, не получим. И следующий этап, что нам, соответственно, выросли цены на доставку, то есть раза два точно. Авиационную доставку или любую доставку? Да, мы сейчас говорили про авиационную, то, что нам не хватало. Нам важно было самолетам, вот это было про авиацию. Ну, насколько мне известно, многие авиакомпании действительно закрыли полеты в Китай, и до какого-то времени летала аэрофлота. Сейчас как обстоит дело? Или вы не логисты? Да, ну вот это и было, что аэрофлотом и было последнее, что нам они вывезут, то есть никаких проблем не будет с аэрофлотом, потому что те, которые нам, там, Туркиш-Аэрлайнс и летели, то они и Финейр, то есть они уже закрыли, они уже не летают в те времена. Ну, уже с какого-то времени. А аэрофлот еще летал. Ну, вот тут какой-то момент, что именно большие отгрузки из Китая сейчас местная Европа закрыла, и поэтому в данный момент, может, мы не получим тот, который они даже уже подтвердили, что у нас груз вылетит. Ну, это буквально вот вчера информация пришла, и еще сегодня еще не получали, ждем. Ну, что, получим или не получим? Понятно. Хорошо, Вадим, я желаю вам держаться, получить ваши поставки вовремя, обеспечить наших потребителей продукцией, которую вы представляете, и держите нас в курсе. Спасибо. Да, спасибо вам, да. Итак, Ольга, ну, предварительно мы с вами обсуждали сценарии восстановления производства, и вы говорили, что такой кризис не в первый раз, и у нас уже есть опыт, на котором мы можем, так сказать, базировать свои предположения. Вот какой это опыт? Ну, вот буквально сейчас ваш собеседник подтвердил наши предварительные дискуссии, вот эти, то, что Китай, то, что он пропускает в первом квартале, он наращивает за второй и за третий. Это было во время массового заражения там свиным гриппом, атипичной пневмонии, то есть это уже третий случай, и у Китая уже есть достаточно высокий опыт, который он фиксирует, и который он в пользу потом себе оборачивает, он знает, как с этим работать. То есть в Китае, как мы видим, нет никакой паники, да, то есть массово страну сразу посадили всю полтора миллиарда на карантин, провели лучшие учения в мире против биологической войны, истратили 15 миллиардов долларов на лечение своего народа, причем их истратило государство, и они вышли уже из кризиса. То есть у них в сутки максимум заболевает 20 человек. Все. Китай вышел, он пошел на спад. А то, что прерывались поставки, останавливались какие-то промышленные предприятия, то, на мой взгляд, больший урон, больший самый урон понесла мировая фармацевтическая промышленность из-за этой остановки, поскольку, ну, во-первых, Китай на втором месте по производству как лекарственных препаратов, то есть сама фармацевтическая промышленность, а во-вторых, самое главное, то, что Китай производит 90% мировых субстанций для лекарственных препаратов, 90%. То есть, а это уже называется как бы химико-технологическая промышленность. Соответственно, наибольший урон эта фармацевтика понесла, потому что, ну, как мы сейчас понимаем, на фоне возникшей паники… Именно она-то сейчас и нужна. Да, я про это и говорю. Но, в принципе, основные тоже производители европейские – это вот у нас Италия, Швейцария и так далее и тому подобное. И хотя в Италии как раз сейчас самая высокая смертность, вот, ну, это моменты больше даже не связаны не то, что с фармацевтикой, а с определенными, наверное, историческими какими-то принципами отношения к гигиене, ну, мне кажется. Вот как мы видим, например, да, в Европе основной взрыв, заболевание, можно так назвать, взрыв, он происходит в странах, ну, южной полосы больше. По причине, ну, вот, это мое личное, да, сугубо субъективное мнение, то, что я тоже как туристом в разных странах перемещаюсь. В Италии, в Испании у людей дома не принято разуваться. Они ходят обутые, они дома не разуваются. Соответственно, вот это вот всё, то есть, вы заметьте, да, вот в азиатских странах, ну, я не говорю, я говорю, в мусульманских странах, где принято разуваться, а также вот советские страны, то постсоветского, да, вот периода. Те, кто дома разувается и вот эту грязь домой не заносит, заметьте, намного меньше. Элементарный просто вот вопрос – ходить обутым дома. Всё это заносится, всё это, какие-то такие вещи. Сугубо нам непонятные, допустим. Здесь же нет такого большого взрыва, хотя тоже достаточно высоко туризм развит. Ну, то ли пока, то ли уже, потому что, как выяснилось сейчас, например, в Италии, что на самом деле нулевой пациент в Италии был ещё в ноябре. То есть народ, когда не имел понятия о панике или о том, что это был коронавирус, уже мог 3-4 раза переболеть, только в лёгкой форме. На рождественские праздники мы все знаем, что ездит много народа и в Альпы, и в итальянские, и в австрийские и так далее и тому подобное. И 7-го числа улетела группа лыжников. Да, точно так же. Вот всё прекрасно. Просто когда начинается массовая паника, если ей ещё грамотно воспользоваться, там, в экономическом таком ракурсе, то, в принципе, можно всё что угодно сделать. Ну, хорошо, кому эта паника пойдёт на пользу и каковы экономические сценарии? То есть, почитаем, так сказать, отчёты экономистов. Они пишут о том, что один из самых цитируемых индексов на рынке акций и ценных бумаг на прошлой неделе упал на 11%. Центральные банки отреагировали, опубликовали короткую заметку о том, что они следят за ситуацией и намерены там предпринять какие-то меры. Федеральная резервная система снизила процентную ставку на 0,5%, но они до этого поднимали, им есть куда снижать. А Европейский центральный банк, извините, на нулевой процентной ставке сидит уже несколько лет, ему снижать некуда. Поэтому меры монетарного воздействия на экономику центральные банки практически исчерпали. Более того, те деньги, которые они до этого влили в экономику, печатая деньги, усиленно называлась цифра 10 триллионов евро, они, в принципе, не пошли на возобновление экономики, не пошли на инновационное производство, они пошли в рынок ценных бумаг. Они просто подняли капитализацию рынка ценных бумаг. Фейсбук, значит, миллиарды стоит, там, я не знаю, Гугл стоит миллиарды, миллиардов и так далее. То есть на самом деле, ну, видно, что мировая экономика уже давно буксует и не видит каких-то выходов из этого тупика, в котором она оказалась. И вот сейчас у нас, как бы, кризис, это прям прекрасная, наверное, возможность списать на него все, что произошло ранее. Ну да, собственную беспомощность. В принципе, почему бы и нет, как вариант. Ну и вопрос, когда мы говорим о глобальной экономике, мы понимаем, что периодически этот пузырь должен сдуваться. Вот у нас кризис был 2008 года, да, вот это вот сдулось. То есть когда говорят о капитализации и так далее и тому подобное, мы должны понимать, что разговор идет только о цифрах на бумажках, да. А реальная экономика и вот тот кризис, который может интересовать, ну, наших слушателей, а не спекулятивных каких-то торговцев, ценными бумагами, там, биржевых игроков. Наши слушатели – это обыкновенный потребитель, которого будет интересовать, например, потеря рабочих мест. Вот то есть реальные вопросы, да, там, потеря на туристическом рынке рабочих мест, потому что закрылись основные страны, как, куда ездили латвийцы, ну и откуда к латвийцам приезжали, да, как бы, вот туристы. Потом второй вопрос, например, по поводу, там, продовольственной безопасности. Если сейчас какие-то рынки и логистические цепочки закрываются, да, мы тоже знаем, какая доля импорта, например, на латвийском рынке. Мы должны понимать, да, что страна не может, ну, экономическая безопасность, она очень низкая в связи с тем, что очень сильно зависим от импорта. Вот. Если говорить о глобальной экономике, то туда включаются и некоторые страны Африки, и на них распределяется, знаете, то, что делается в Евросоюзе и в Америке, да. То есть если отнять и смотреть, например, на единственное отношение ЕС и Китая, то надо сказать о том, что ЕС получает от Китая товаров в год больше, чем на 400 миллиардов долларов. А ЕС экспортирует в Китай, там, ну, где-то 200, с разницей в минус 207 миллиардов. Ну, вот где-то такого порядка цифр. То есть, на мой взгляд, необходимо говорить именно вот о таких вещах, о потерях рабочих мест и именно о потере логистических цепочек, о том, что вот как вчера Ирбалтик, да, как сказали, временно вынужден был уволить 250 человек. То есть мы понимаем, что сейчас все логисты будут это делать. Вот, например, на нашем предприятии тоже возникла небольшая проблема. Мы получаем сталь из Италии, из того региона, который сейчас закрыт. И у нас тоже большая проблема получить, поскольку мы понимаем, что основной трафик идет все-таки автомобильный внутри Европы, а водители, ну, автотраков, да, это живые люди, которые тоже не хотят ехать в зараженные регионы. И вот эти логистические цепочки, то, что у нас собеседник по телефону сказал, что в связи с тем, что спрос вырос на логистику, а предложение падает в целях, так сказать, собственной безопасности тех же водителей, например, и цены вырастают сразу, вот как он сказал, да, в два раза. Нам сейчас предложили дороже. То есть возникают вот эти дырки. Плюс, опять же, вот рынок, например, туризма. В Европе 2 миллиона рабочих мест живет за счет китайских туристов, пребывающих в ЕС. Вот считайте, что эти люди остались пока без работы на какой-то период времени. И китайские туристы дают в европейском ВВП, сейчас я скажу, там, полтора процента ВВП. Китайские туристы. Полтора процента ВВП ЕС. И это в целом ЕС. Как мы понимаем, что распределение китайских туристов, это Италия, Франция, да, там, Германия, это же, как обычно, в целом по больнице. То есть эти страны потеряют намного больше, соответственно, ну, общепит и так далее, и тому подобные вот эти вот вещи. Мне кажется, больше надо для потребителей, то есть нужно обсуждать потребительскую экономику. А из производственной, да, это вот поставки, ну, химическая промышленность, фармацевтическая промышленность. И знаете, когда вчера кто-то говорил о том, что латвийское фармацевтическое производство отсутствует, значит, они не могут что-то расфасовать, потому что, оказывается, даже бутыльки и крышечки для бутыльков делают в Китае. Это очень смешно. Ну, я считаю, что европейская экономика, конечно, очень резко просядет вот из-за этого момента. Но она и так находилась в стадии рецессии такой начинающейся. Просто мы же всегда должны говорить о подъеме. Вот этот рост бедный как-то накарабкивали, там, полтора процента, два процента и так далее, и тому подобное. Ну, на самом деле, в принципе, можно судить по потреблению энергоресурсов. Как только оно начинается резко снижаться, это означает, что просто нет роста производства, роста экономики и так далее, и тому подобное. А что, у нас снизилось потребление энергоресурсов? Ну, оно у нас растет за счет потребления, скажем так, кондиционеров в быту и так далее, и тому подобное. Просто если делить, смотреть производственный сектор и потребительский... Да, это немножко разные вещи. Плюс, к тому же, сейчас вот эта сделка по... Ну, опять же, коронавирус у нас идет в минус, а снижение мировых цен на нефть, оно должно пойти в плюс экономике Европы, потому что Европа их потребляет и в основном импортирует, да? То есть, может быть, плюс на минус в итоге-то даст и ноль, в принципе. Для Латвии, например, я считаю, что вот закрыли, да, авиасообщение, что-то там еще. И если перейти на потребительскую экономику, то мы понимаем, что сейчас большое количество латвийцев вынуждено будет остаться дома и не поехать тратить деньги в Италию, Францию, Швейцарию и так далее. Они будут их вынуждены потратить дома. А может, они их в кубышку положат? В преддверии кризиса. Вполне возможно. Тут у каждого потребительское поведение свое. Давайте мы спросим наших радиослушателей, как они будут действовать. Конечно. Вот скажите, пожалуйста, позвоните, скажите ваше мнение. Вот в ситуации, как бы на пороге кризиса, как вы намерены действовать? Вы будете тратить деньги усиленно дома? Или вы все-таки будете ездить туда, куда можно? Или вообще положите деньги на счет в банки и подождете лучших времен? Ну, правда, ведь никто не может сказать, что будет завтра, останется ли у человека работа или его сократят в связи с форс-мажором. Ну, такие, так сказать, массовые локауты, мы уже не помним, с периода, когда закрыли Лепа и Асметалургс. И если посмотреть на государственный бюджет, который и так вроде бы не очень хорошо справляется со сбором налогов, то дополнительная нагрузка в виде выплаты пособия по безработице уволенным людям, она тоже не окажет такого оздоравливающего явления. Давайте так, мы послушаем вопросы радиослушателей после перерыва. Сейчас мы буквально на три минуты прервемся на небольшую паузу и будем ждать ваших звонков после этой паузы. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы в программе «Подоплека» обсуждаем сценарии кризиса и предлагаем вам звонить по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9 в студию и делиться своими сценариями, что вы намерены делать, если вас уволят с работы, если у вас отменяются какие-то поездки, домашние праздники в ресторане, как вы намерены эти деньги потратить, отложите вы их на какое-то время или пойдете гулять по ресторанам в Латвии, а не где-нибудь в Италии, где вы, допустим, планировали. Звоните, сообщайте ваше мнение и задавайте вопросы. У нас сегодня в студии Ольга Петерина, докторант Балтийской международной академии. В Академии мы обсуждаем то, как повлияла ситуация с китайским коронавирусом на экономику мировую. И вот до перерыва мы пришли к выводу, что на самом деле признаки стагнации в экономике наблюдались уже довольно давно. Но и сейчас в какой-то мере вот эта форс-мажорная ситуация стала таким спусковым крючком, который запустил какие-то процессы, дремавшие, где-то скрываемые какими-то способами. Возник образ внешнего врага, на которого можно все списать. Это коронавирус, с которым должны бороться все. Это не собственные проблемы, это нам принесли, так называется. Ну то есть это индульгенция для правительств в плане невозможности найти рычаги для развития экономики? Да? Да, я считаю, что это именно таким образом и происходит. Очень удобный способ списать все на что-то третье, на форс-мажорное, на очень такое объективно возникшее. Хорошо, допустим, китайцы сейчас, как мы уже выяснили в предыдущей части программы, начали запускать свои заводы. Они начали усиленно производить ту продукцию, которую они недопроизвели во время такого тотального карантина. И, естественно, эта продукция куда пойдет? На те рынки, на которые она ранее и направлялась. То есть это рынок Европы, это рынок развитых стран. Прежде всего, как наиболее платежеспособных. А что будет, если у нас здесь, ну, по объективным вот этим самым причинам, люди там остались без работы или магазины закрыты, или люди боятся ходить по магазинам, хотя везде реклама звучит, приходите, у нас скидки и так далее. Вот не возникнет ли после такого кризиса дефицита кризис перепроизводства? Ну, я считаю, что то, что возникнет, это обязательно такой, ну, как сказать, рефлекс хомяка, он обязательно после таких ситуаций возникает. Это всегда так было. И я думаю, что Китай как раз именно на этом еще сможет восстановить свою экономику, потому что все подумают, ой, не дай бог, что, а положу-ка я, вот куплю-ка я у них на три баночки больше, вместо там трех, которые раньше покупал, типа вот оно, пусть лежит. Куплю средства дезинфекции впрок. Вот пусть оно все лежит. Да, вот эти вот, все вот эти моменты. И, в принципе, вот этот отложенный спрос, который сейчас возникает на китайские товары, в связи с тем, что вот, ну, особенно производственного назначения, да, то предприятие его вот от страха, там, чтобы что-то опять как-то не возникло, или там, не пойми, как пока логистика восстановится, потом еще через два-три месяца надо закупить вот такую огромную партию. То есть я за Китай, например, вообще не переживаю, у них все будет хорошо, да. А европейская экономика, вот, в принципе, сейчас у нее, ну, я не про потребительскую экономику говорю, а вот про людей, которые делают экономику, которые разрабатывают экономическую политику, они должны подумать о том, что когда туда европейские производства переносили предприятия в Китай, да, по причине того, что в Китае было слабое отношение к экологическим нормам, почему туда все и переносилось, то они должны теперь подумать, что вот из-за этого теперь вся Европа и страдает, из-за того, что кому-то было жалко оплачивать здесь экологические платежи, перенесли производство в Китай, а теперь все от него зависим. То есть мы крышечки на фузырьки делаем в Китае. Хотя это может делать, да, тут какой-нибудь один человек на каком-нибудь производстве в качестве второстепенного там совершенно из отходов. Но делают же в Латвии бутылки для пива. Почему-то это востребовано, а бутылочки для фармацевтической промышленности. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Ну, для капиталистической экономики, или как ее там сейчас стыдливо называют, экономики рынка, это вполне нормально. Значит, или нашествие инопланетян, или финансовый кризис, или еще какие-нибудь катаклизмы. Вы еще слово Путина забыли. Ну, это, да, это наверху пирамиды, значит, Путин. Понимаете, кого-то должны обнулять, кто-то должен разоряться, чтобы дать возможность расти другим, значит, более энергичным, более удачливым до какого-то времени. Но вот в связи с этим коронавирусом одна очень показательная такая черта, которая никак не дает покоя. Понимаете, вот здесь в конце концов встал вопрос о будущем Евросоюза в какой-то мере. Понимаете, вот когда борьба с вирусом, значит, в зоне Шенгена осуществляется силами отдельных участников, это говорит о том, что, значит, Евросоюз вообще-то, как организация, ну, парализованная. Она, наверное, стоит на перепути. Или вообще-то свернуться в какой-то, я не знаю, там, клубок. Закрыть границы или оставить свободными. Понимаете, вот эта борьба должна была быть централизованной. Может быть, тогда меньше пострадала бы Италия, или жестче бы меры были такие. Вот, значит, вот этот вызов серьезный. А если вдруг будет что-то еще посерьезнее? Многие из специалистов утверждают, что это вот как раз, может быть, не дай бог, да, это какая-то репетиция перед более страшными, возможными, я хочу подчеркнуть, событиями, например, пандемиями, которые будут намного опаснее для человечества. Вот как вы считаете, значит, вот эта ситуация, или вот эта беда, которая нас, значит, сейчас всех объединяет, она в какой-то мере может повлиять на вот... Надеюсь, способность Евросоюза? Да, да, и может быть развитие вот каких-то процессов, какой-то централизации, или мы все-таки останемся каждый при своих. Спасибо. Спасибо вам. Ольга. Ну, как я упомянула минут 10 ранее о том, что Китай на фоне коронавируса провел самые крупные в мире учения по против биологического оружия, да, они моментально изолировали страну, моментально отключили все приложения на покупку любых билетов, моментально организовали перепись своего, как своего населения, так и иностранцев, и одним, можно сказать, ударом убили несколько зайцев. Плюс к тому же они отработали новые системы работы IT-технологий, что, в чем Европа считает себя передовиком, скажем так, да, производства, то есть у них идет автоматическая доставка продуктов. Как мы видели, у них имеется сейчас уже автоматическая дистанционная дезинфекция, то есть вот на перекрестке ставят, ну, столбики с дезинфекционной жидкостью, да, и все это происходит, и мы видим, но это все делалось именно потому, что за это платило государство. Европейский союз является наднациональным союзом, да, у него есть свой бюджет, но для того, чтобы, как мы знаем, там все решения принимаются консенсусом, это надо всех собрать, вот они должны перед телевизором все поцеловаться, там сейчас они локтями друг друга хлопают, подхихикивают все, как вот они вот это делают, то есть вместо того, чтобы… Целоваться не будем. Да-да-да, вот теперь это все показывается, настолько все это по-детски выглядит перед теми действиями, которые предпринял Китай, что мы понимаем, что в любом случае ЕС это все-таки группа отдельных игроков, именно отдельных игроков, которые где-то по каким-то вопросам приходят к консенсусу, но решают все проблемы самостоятельно. Единственное, что да, скорее всего, сейчас опять выстроится очередь из определенных бедолаг, которые будут деньги просить у европейских фондов на ликвидацию последствий стихии, да, вот этих вот форс-мажорных обстоятельств, несмотря на то, что лучше бы они занимались предотвращением того, чтобы инфекция разносилась вот именно таким взрывным характером. Поэтому я не думаю, что ситуация повлияет на то, что Евросоюз как-то изменится или еще что-то, поскольку это все-таки экономический, в первую очередь, союз, как мы видим, экономических связей. Социальные вопросы каждой отдельно взятой страны их интересуют постольку-поскольку, когда кто-то на это может заработать. Ну, я так считаю. Поэтому не думаю, что он развалится и не думаю, что он станет более дисциплинированным, более там взвешенно принимать решения. Здесь все зависит от отдельных игроков. Ну, есть суждение о том, что, в принципе, вот эта ситуация, она может помочь вообще установить такой тотальный контроль над людьми, допустим, запретить наличные деньги, потому что они грязные, они переносят заразу, вот, всех перевести... Да, в Китае так и сделали. Там запретили брать наличные деньги в магазинах и в банках. Поэтому почти все полтора миллиарда срочно в течение недели смогли перейти, несмотря на 20-летние уговоры, именно на цифровые деньги. Ну, представьте себе, вот, нас заставят тоже перейти на цифровые деньги. Мы вообще станем обществом, которое легко манипулируется. То есть, ну, любого человека можно, ну, ликвидировать, устранить вообще из жизни, просто закрыв ему счет. Ну, так и делается. В Европе, по-моему, уже, я, по крайней мере, в Латвии знаю, что уже давно запрещены сделки за наличные. Вот в прошлом году запретили же деньги за наличные, например, от какой-то там минимальной суммы. Ну, да, да. 2 тысячи евро или что-то еще. Если вообще запретить наличные обороты, это же просто мечта любого тоталитарного государства. У нас есть еще звонок. Да. Джорджа Уорловича. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Я немножко выскакивал. Вы знаете, я как ездил, в принципе, так и ездить буду. Единственное, что я езжу в Польшу. Там и хорошо, и дешево, и язык я знаю. И в Белоруссии, но в Белоруссии тоже ездить не буду, там, с такими визами, в России тоже визы нужны. В принципе, для меня ничего не изменится. Я как ездил, так и ездить буду. Ну, а за свои доходы вы не волнуетесь? У вас все в порядке? И, ну, как бы, вы работаете по найму или у вас бизнес? Ой, вы знаете, я уже как лет 20 пенсионер, у меня такой стабильный бизнес. Пенсионный. Хорошо. Ну, рады. То есть вы прямо воплощение мечты некоторых людей об этих самых европейских пенсионерах, которые в свое удовольствие путешествуют, сидят по ресторанчикам и наслаждаются жизнью. Вы знаете, потому что вот в Польшу поехать, там значительно все дешевле. Что мне в Польше нравится? Вы знаете, на центральной площади, там, где предместие, Королевское предместие, там семьи ходят в рестораны. Вот что я умиляюсь от этого. Дети и взрослые сидят в ресторанах, эти пиво пьют, эти игрушки играют, лимонад, мороженое кушают. Меня просто умиляет Польша в этом отношении, в ресторанном обслуживании таком хорошем. То есть вы считаете, что у нас люди с семьей в рестораны не ходят? Вы знаете, я как пенсионер в рестораны в Риге не хожу. А, понятно. Здесь даже вот этот, якобы большой этот ресторан. А, кстати, вот я буквально позавчера прочитала, что Польша закрыла восточную границу. Вы с этим пока еще не сталкивались? Нет, нет, даже не слышу. Ну, вот так вот. Ну, ладно, хорошо, мы желаем вам удачи, и чтобы ваш жизненный размеренный ритм не прерывался в связи с какими-то внешними потрясениями. А продукты, кстати, закупили, нет? Нет, вы знаете, нет. Я вчера пошел на базарку, пербаранен, вот сейчас я ее готовлю. Молодец, хорошо, спасибо вам большое, да, ладно, за ваше мнение. Так, и получается, что, ну, тотальный контроль – это прям мечта… Любого гражданина. Нет, не любого гражданина, а любого правительства, которое вдруг получит такие прекрасные рычаги контроля за всем и вся, сбора налогов и так далее. Вы не будете платить налоги, у вас просто их будут забирать. Ну, автоматически, да. Автоматически. Ну, в принципе, это же вещь уже обсуждаемая, да, многими десятилетиями. У нас Джордж Оруэлл, еще никто не отменял его, да, как там старший брат смотрит за нами. Ну, то есть все двигается, в принципе, по спирали. В том направлении. Хорошо, сейчас мы попросим нашего звукорежиссера Евгения Копейна связаться с Натальей Симпсоны, которая представляет латвийско-китайский транспортный холдинг, чтобы узнать у нее, как работает эта компания, так сказать… А пока мы сейчас, наверное, предложим еще раз нашим радиослушателям дозваниваться до нас. Ждем ваших звонков в эфире. И экономика Латвии, вот конкретно, как будто бы мы на Китае не слишком завязаны, но, тем не менее, пузырьки мы получаем оттуда. Я недавно читала статью, изучала, вернее, историю Ливанского стекольного завода, вот он как раз в начале XX века специализировался на том, чтобы производить аптечные склянки. То есть это все делалось здесь, на месте, то есть бутылки продолжают делать, аптечные склянки нет. Ну, понятно, большие объемы, Китай, наверное, вне конкуренции в этом плане по цене и, так сказать, доступности поставки товаров. Но я тут разговаривала с одним предпринимателем, который в Китае имеет несколько фабрик по производству строинструмента, и он констатировал то, что, в принципе, вместе с производством в Китай ушла и инженерия. То есть люди, которые способны это производство, ну, как бы налаживать, регулировать и так далее. Вот возможен ли обратный путь с восстановлением производства в Европе, как Вы считаете, Ольга? Ну, Вы знаете, у нас в Европейском Союзе, в принципе, основные европейские экономики, основные европейские экономики, они являются экспортерами в Китай продукции машиностроения. Это Франция, Германия. И если мы посмотрим на соотношение индустриальной, ну, скажем, экономики, да, там, и экономики услуг, то, что навязывалось в Латвии при вступлении в Европейский Союз, то Франция, Германия, Испания, Италия являются на самом деле достаточно промышленно развитыми странами. И именно они отправили в Китай своих инженеров, свои технологии поставки машиностроения с обязательством обучить китайских инженеров. То есть китайцы понимают, что рано или поздно все европейцы уедут обратно домой. И у них все договоры на инвестиции, на поставку машиностроительных крупных заказов были завязаны на то, что их людей обучат. Поэтому в основном сейчас там идут китайские инженеры, на самом деле. А в европейских странах достаточно высокий инженерный потенциал. Просто если говорить конкретно о Латвии, да, то поскольку здесь индустриальная политика правительства привела к тому, что производство здесь уже как класс отсутствует, то, естественно, мы понимаем, что здесь, если нет производства, то нет и инженеров. Это только по Латвии. По Европейскому Союзу здесь очень высококлассные есть инженеры и, скажем так, и обучение. То есть китайцы приезжают в Европу обучаться инженерному мастерству. Ну, если говорить опять-таки о ренессансе промышленности, то стоит вспомнить о том, что Мировой экономический форум в своем очередном докладе проанализировал экономику 141 страны по разным параметрам. И в своем заключительном отчете написал, что, в принципе, нужно обратить особое внимание на развитие и на исследование РНД для того, чтобы дать экономике импульс. И, наверное, вот эта задача для правительства, которую стоило бы поставить на первый план в связи с коронавирусом, сейчас у нас есть на контакт с Натальей Симпсон, которая представляет латвийско-китайский транспортный холдинг ТЭЛТРА в Латвии. Наталья, добрый день, слушаем вас. Добрый день, Луся, добрый день. Добрый день, Луся. Добрый день, Луся. Не знаю, общий, да, какой-то такой фон. Нет, 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 мы подошли очень серьезно. Мой партнер Соломон достаточно серьезный человек, потому что мы в Китае, наверное, как бы, как, скажем, коллогистический холдинг, входим в тройку сильнейший. У нас свои терминалы, у нас в каждом городе серьезные мощности, складки и так далее. То есть там все на уровне мэров, дружба. То есть действительно человек очень серьезно подошел к решению этого вопроса. И буквально первую неделю, да, он вывез всю свою семью из Китая в Америку, депортировал. Но сам остался помогать стране, помогать людям. И действительно серьезно занимался на протяжении месяца гуманитарной помощью. То есть мы поставляли гуманитарную помощь во все города Китая. Это были вакцины, вакцины, с которыми справлялись, да, то есть тяжелые осложнения лечили они вакцинами от ВИЧ-инфекции, да. Поэтому, скажем так, в Китае не хватало этих вакцин и везли их из Манилы, из Америки, откуда только не везли, да. То есть очень много денег инвестировал наш холдинг. Ну то есть у вас были в распоряжении собственные транспортные средства для того, чтобы это доставить? Вы не были завязаны на какие-то, ну, регулярные авиакомпании или регулярные линии? Нет, нет, у нас есть свои, у нас есть и свои борта, да, 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 мы очень серьезный авиаперевозчик на самом деле, да, не только там. То есть это было в руках вашей компании, организации? Да, 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 совершенно верно, да. Вот, и да, был очень серьезный период, конечно, он отразился на всех логистах, да, понятно, как бы мы, у нас холдинг, как бы там, у нас предприятие российско-китайское, латвийско-китайское, да, все равно в любом случае мы тут как бы на российской границе находимся, очень много завязано и транзит на Россию, да. Поэтому, конечно, в период, когда все это встало, да, у нас, скажем так, была остановка поставок из Китая, думаю, что это все почувствовали, это отразилось не только на логистах, это отразилось на всех, на торговые предприятия, которые не могли поставить товар. Наталья, скажите, вот мы сейчас говорили о том, что после этой ситуации возможен эффект хомяка, когда предприятия, которые столкнулись с какими-то недопоставками, решат, что им нужно побольше запаса иметь на складах. Как вы думаете, это будет происходить? Присутствует, да, во-первых, присутствует эффект ускорения, да, у нас сумасшедшее количество заказов на авиационные поставки, мы везем сейчас практически все коллекции, все поставки для производств именно авиасообщением, да, потому что все ускоряют, все пытаются привезти то, что не успели привезти. Да, то есть как в целом по бизнесу это не ударило, да, то есть ну немножко сместилось, скажем так, да, вот, но в принципе, говорю, непонятно, что будет дальше, да, потому что сами знаете, коронавирус это одно, а второе дело это курс, который полетел, да, то есть завязки с нефтью и так далее, тут вообще непонятно, что будет, да, то есть это отдельная тема для разговора. То, что касается коронавируса, то в Китае на самом деле ситуация уже выровнялась, на самом деле уже... Вы подтверждаете, что ваши партнеры уже вовсю работают? Мои партнеры вовсю работают, да, у меня на самом деле в Китае жила всегда двоюродная сестра, и вот когда все это произошло, она, скажем так, гражданка Германии, их депортировали в Германию немцы, но сейчас вот вчера дали разрешение возвращаться обратно, потому что ни одного случая в их провинции. Не константировала, то есть в принципе эпидемия в Китае, она уже сходит совсем на нет, да, и в принципе на самом деле, так вот если глобально посмотреть, китайцы круто и здорово, мне кажется, быстро справились с ними, да, то есть точно так, эффективно, они действительно серьезно подошли, да, то есть без шуток, без каких-то там, не знаю, знаете, а вдруг это что-то, а вдруг это политика, нет, они реально серьезно относились к этой проблеме. А у нас как бы получается так, что все на усмотрение человека, да, ну то есть университет Страды не закрыл общие лекции, а все остальные еще нормально, спокойно ходят, там, в школы и на лекции и так далее, массовые мероприятия происходят, все в порядке. Да, совершенно верно, да, то есть как бы китайцы изучили статистику, статистику смертности от коронавируса, они увидели, что да, может быть от гриппа глобально смертность и выше, но... Молодцы, да, молодцы, что могу сказать. Вот теперь интересно, конечно, как Европа справится, как Италия, как Испания. Видите, у Китая много денег, правительство инвестировало, правительство поддержало, меры были приняты серьезные, все позакрывали, у них был серьезный закон. Для того, чтобы выйти на работу после, по факту спада эпидемии, нужно было получить разрешение от городской мэрии открыть офис. Приезжали, приезжало городское самоуправление и проверяло наличие в офисе масок, всех возможных антисептических там средств и так далее. И только тогда офис мог быть открытым официально, иначе, в принципе, компания под закрытием. Там очень жесткий закон. То есть у них настолько все было жестко, и, может быть, это эффективно, на самом деле, сегодня мы видим, потому что... Но мы видим, что эффективно такие, да, нет сомнений. Да, вот такие жесткие меры, наверное, были приняты не зря, но вот в этом плане да. Хорошо, Наталья, будем следить за событиями, за ситуацией. Спасибо вам за ваш комментарий, за то, что помогали Китаю, ваша компания помогала Китаю решить этот гуманитарный кризис в том числе и помочь людям вылечиться, выздороветь, получить медицинскую помощь. Мы, я думаю, обязательно пригласим вас рассказать об этом немножко поподробнее через какое-то время. Спасибо вам. Итак, мы сегодня обсудили воздействие, так сказать, пресловутого коронавируса на экономику, пришли к выводу, что китайцы молодцы, они предприняли все меры для того, чтобы распространение этого бедствия локализовать, чтобы свой народ защитить. И даже вот, как нам сейчас сказала Наталья Симпсоны, для того, чтобы открыть какой-то офис, требуется разрешение городского самоуправления. К сожалению, в нашей реальности мы видим совершенно противоположную картину. Никаких, так сказать, мер, которые бы предотвращали реально распространение инфекций правительства, ну, по крайней мере, Латвии, не предпринимает. Эти меры запоздалые, это критикуют, как закрытие полётов в Италию запоздало, наверное, недели на две или на три, так и меры в отношении пространств, где люди собираются в большом количестве в тесном контакте. Да, работа государственных учреждений, таких как управление миграцией, налоговая, то есть там отсутствуют элементарно даже баночки с какими-то антисептиками при большом потоке людей, непонятно откуда пришедших и непонятно куда потом уходящих. Хотя бы забота о государственном персонале должна была быть в таких публичных местах. Ну, будем надеяться, что люди обратят на это внимание и будут как-то более трезво относиться к своему выбору, ведь мы живём в демократической стране и у нас всё определяют выборы. И, ну, то, что мы имеем, мы имеем в результате выборов, поэтому жаловаться не на кого, кроме как на самих себя. Ну, а магазины пока работают, наши рестораны тоже ждут гостей, и на этом мы можем завершить нашу программу. Сегодня с вами была Ольга Петерина, докторант Балтийской международной академии и экономист. Людмила Прибыльская провела программу, и на прямой телефонной связи с нами были Вадим Акимов, представитель китайского производителя электроники, и Наталья Симпсон, представитель латвийско-китайского транспортного холдинга. Всего доброго, до следующих встреч.